МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Позлюбленные Господи Учителя! Благодарю Вас за участие в конкурсе «Зерно истины» и стремлении к изучению православной культуры. Желаю Вам терпения и мудрости в Вашем нелегком, но очень необходимом и богоугодном призвании. Божие благословение да пребудет с Вами! Добрый день, уважаемые телезрители! Сегодня мы познакомимся с командой Татьяны Сергеевны Кириленко преподавательской лиги из города Ялты. Близится к финалу наш крымский республиканский конкурс на таков православной культуры «Зерно истины» в преподавательской и родительской лиге. И на турнирной таблице, которая появилась сейчас перед Вами на экране, видно, что среди команд появились уже свои лидеры. Очень скоро мы узнаем, кто же станет победителем нашего конкурса. Ну а сейчас встречаем участников команды Татьяны Сергеевны Кириленко в городе Ялта. Катаева Людмила Сергеевна Александра Игнатьевна Кузнецова Алексей Владимирович Шатров Инна Борисовна Штефан Наталья Евгеньевна Савчук Наталья Сергеевна Кириленко И сейчас я хочу представить капитана команды. Это Татьяна Сергеевна Кириленко. В общем-то, Ялтинская команда – одна из самых опытных команд преподавателей клуба знатоков православной культуры. Но, как видно сейчас по списочному составу, в ней произошли небольшие изменения. Все течет, все меняется. Обновляется состав команды. Растет число знатоков православной культуры. И в состав телевизионной команды попадают только самые лучшие. Людмила Сергеевна Катаева выберет сейчас вопрос для своей команды. Вопрос номер восемь. Сборная команды учителей из города Евпатории, ваши коллеги, задают вам сейчас свой вопрос. Как вы поняли, речь пойдет о прозорливом старце, который прошел 11 лет сталинских лагерей и ссылок. Это иеромонах Павел Груздев. Его духовные дети иногда просили благословения на одно важное дело. Ну, такое дело, которое довольно редко, но все же иногда бывает в жизни той или иной семьи. На это старец отвечал стихотворной поговоркой. Сиди лягушка в луже, как бы не было хуже. Вопрос. На какое важное житейское дело просили благословения духовные чадо старца? В данном случае. Время – одна минута. На переезд, на переезд Павел Груздев. Мы не будем привязываться к женскому уходу. Уход в монастырь семьи. Уход в монастырь семьи. Обращение к одному человеку. Его дети просили благословения у него на какое-то дело. Духовные чадо. Духовные чадо. Да, духовные чадо. Монастырь. Да, и уход в монастырь. И я прошу сейчас Татьяну Сергеевну Кириленко, капитана команды, сказать, кто же будет отвечать. Отвечать на этот вопрос будет Инна Борисовна Штефан. Мы думаем, что духовные чады отца Павла Груздева, они брали и просили его благословения на уход из мира в монастырь по обоюдному согласию мужа и жены. Но он отвечал им такими словами, сиди лягушка в луже, как бы не было хуже, имея в виду, что можно быть монахом и в миру, а не обязательно для этого идти в монастырь. Потому что года, в которые он жил, были трудные для нашего времени, 60-е, раньше даже, послевоенные времена репрессий. Ваша версия ясна. Очень жаль, что вы не услышали подсказки, которая там была. Потому что ни один старец не благословит семейного человека на разрушение семьи, на разрушение таинства венчания. Более того, я-то наивно думал, что вы сейчас скажете ту версию, которую выдвинули буквально на второй секунде. И я перед тем, как поздравлять вас с победой, с победным ответом на вопрос, скажу, как жаль, как жаль мне, чтобы не взяли досрочный ответ. Потому что буквально на второй секунде обсуждения, к сожалению, не помню, кто, но говорили о переезде. Да, 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 совершенно верно. Итак, внимание, правильный ответ. Духовные чадо старца просили благословения на переезд, а старец не благословлял, предвидя неудачный результат этой затеи. Счет 1-0 в пользу телезрителей. Второй вопрос для своей дружной команды выберет Александра Игнатьевна Кузнецова. Вопрос номер 6. Встречаем загадочный ларец. Занимаясь этим делом, кормившим умельцев примерно до 16 века, по словам современника, человек достигал сразу трех целей. Первое – питался от своих трудов, разного беса изгонял второе, и третье – с Богом беседовал. Сейчас, к сожалению, этой профессии как таковой не существует. Назовите два главных орудия труда в профессии этого человека. Эти два главных орудия труда находятся в загадочном ларце. Время на обсуждение. Одна минута. Так, что он так, давайте так, питался, изгонял беса, с Богом беседовал. То есть он мог в это время и молиться, и что-то делать, так, и праздновая беса изгонял, да? Это профессия праздности, да, значит, до 16 века. До 16 века, орудия труда. Профессия какая? Это делаем, кормила. Два орудия, да. Еще кормила, значит, он что-то растил, да? Скорее всего, растил. Орудия труда. Лапти плел, может быть. Да, может быть. Да, притине какое-то. Ну, мне кажется, что... А, подождите, а потом, что они входили в нем? Питался. Питался. Питался, лебеда, на каето, что-то питался. А два, два, два предмета, что там будет? Садил что-то, чем-то. Бесы сгоняли. Что-то, лопата, кирка, что? Нет? Орудия труда нам надо. Орудия труда. Орудия труда. Орудия труда. Профессия и орудия труда, связанные с ней. Ну, что, лопата, грабля. До 16 века только это было. Земледелие, конечно. Да, профессия. Нет, ну что, а где труда такое? Я измерял вес, измерял вес еще. Ваше время истекло. Минута завершена. Капитан команды. На этот вопрос буду отвечать я, капитан команды Кириленко Татьяна Сергеевна. Уважаемые ведущие, вы знаете, мы думаем, что в 16 веке печатные станки появились, а это, наверное, было перо и лист бумаги, потому что питался, писал, изгонял беса внушеслово Божье, но тем самым общался с Богом. Наверное, это вот связано с двумя инструментами, которые у нас на столе лежат. Ну, что же. Ну, только чернильница может быть, чернильница и перо. Так, чернильница, перо или перо и бумага? Ну, в принципе, это все в одно. Давайте откроем загадочный ларец. Не буду вас томить. Посмотрим, что же там находится. Мотыга, может быть, монастырская лопата особая, в которой монашеские огороды вскапывали. Я поздравляю вас с правильным ответом. Перо и чернила. А профессия, как вы догадались, переписчики книг, счет становится 1-1 ничья. Здравствуй, счастье. Так называется песня, которую исполнит ансамбль музыки Центра детского и юношеского творчества. Руководитель Елена Щербина. А за счастьем Никуда ходить не надо Это счастье, да, с нами рядом Не поверишь, но счастье даже звать не надо Счастье рядом, рядом, рядом всегда А облака подвергнули слегка Издалека Расчетали пока Вам удачи Чтоб не сбиться с пути И где-то там Счастье найти Нет ни в частах Но бывает и такое Что ненастье Солнышко закроет Но все проходит И вдруг знакомые черты Здравствуй, счастье, это ты А облака Подвергнули слегка Издалека Расчетали пока Вам удачи Чтоб не сбиться с пути И где-то там Счастье найти А облака Подвергнули слегка Издалека Расчетали пока Вам удачи Чтоб не сбиться с пути И где-то там Счастье найти И где-то там Счастье найти АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Напоминаю, счет 1-1, пока ничья И третий вопрос для своей команды Выберет Алексей Владимирович Шатров АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Вопрос номер 9 Это тот самый случай, когда автор вопроса есть у нас в студии И он сейчас выйдет А пока он готовится, я хотел бы выяснить Помните ли вы, что такое в математике способ доказательства от противного? Сначала мы допускаем ошибочное суждение, а потом доказываем обратное То есть противоположное, да? Да, противоположное, насколько я помню Чтобы пифагоровые штаны не на все стороны равны Или как-то там немножко иначе, по-моему, было Итак, встречаем автора вопроса, Александр Волчев Итак, автор вопроса Александр Волчев из поселка Портенит интересуется Согласно Евангелию, при аресте спасителя апостол Петр решил вступиться за него и ударил одного из рабов первосвященника мечом И, как известно, тем самым отсек ему ухо Христос же исцеляет этого раба В чем особенность этого действия Христа, если его можно сравнить с точностью до наоборот по одному из признаков С чудом на браке в Кане Галилейской Время! Давайте первое чудо вспомним Обратно противоположное Воду в вино Это было первое чудо на Кане Галилея Противоположное вино в воду Живая и неживая сила Ну да, тут потерял ухо, он тут же его исцелил А что мы должны? В чем особое действие Христа? В чем суть действия? В чем действия? В чем суть действия? В чем особое действие Христа? Ну, чтобы показать, чтобы уверовали Его просили там, на чуде галилейском, его просили А здесь его никто не просил, он сам это сделал Как вариант От противного Мать просила Так, еще, 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 там не просили, здесь просили, противоположность, там вода, вино, здесь не было, там, подождите, там не было и появилось, а здесь нет, было и было, наоборот, не было, а? Не было и появилось, а теперь было, наоборот, не было, и так, ваше время и стекло, уважаемая команда На этот вопрос отвечу я, Татьяна Сергеевна, капитан команды Вы знаете, мы думаем, что это последнее чудо, которое совершил Господь, а на Кане Галилейской было первое чудо Абсолютно верно! Александр Александрович, как вам команда наших преподавателей сегодня? Что бы вы хотели им посоветовать? Ну, наверное, посоветовать, что есть еще помощь знатоков из 20-й школы имени святителя Луки Вот, они готовы всегда помочь команде здесь Когда будет счет уже 4-3, катастрофа, мы вас Мы благодарим Александра Александровича за интересный вопрос Счет становится 2-1 в пользу знатоков православной культуры Я объявляю музыкальную перемену, для вас поет Анна Мандрыко Романс из кинофильма «О бедном гусаре замолвите слова» Мы, тише, руки, ешенели, напоминали паруса Тише, пури, весело звенели и голоса, и голоса, и голоса И те глаза, как бриллианты На сердце вырезали след Очаровательные фронты Очаровательные фронты Минувших лет Одним ажесточением воли Выбрали сердце и скалу Цари на каждом бранном поле И на балу И на балу Вам все вершины были малы Имя как самый черствый хлеб О, молодые генералы 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 О, как мне кажется Могли вы Рукою полную Перстить И кудридев, ласкать Игривой Своых коней Своих коней В одной невероятной скачке Вы пружили свой краткий век И ваши кудри, ваши бачки, засыпал снег. Напоминаю, счет 2-1 в пользу знатоков православной культуры из команды Татьяны Сергеевны Кириленко. Это преподаватели православной культуры из города Ялты. И сейчас четвертое задание для своей команды выбирает Инна Борисовна Штефан. Вопрос номер 10. Сборная команды учителей Таврической школы-гимназии номер 20 с города Симферополя задает вам свой вопрос. Сразу скажу, что вы сейчас пролетаете с помощью клуба, потому что они этот ответ наверняка знают, раз они являются его автором, поэтому у вас эта возможность, к сожалению, сейчас будет отсутствовать. Взять помощь клуба по вполне понятным причинам, да? Да, да. Но тем не менее. Кстати, Инна Борисовна, вы выбирали сейчас свой вопрос. Я, насколько понимаю, в вашей биографии школьной был такой предмет, как астрономия. К сожалению, нет. Не было? Нет. Вы не изучали астрономию? Я после 8 класса поступила в музыкальное училище. И там не изучали астрономию? Нет. Какая досада. Но вы же знаете, что это за наука? Что она изучает? Она, конечно, изучает небо и звезды. Небо и звезды, небесные светила. Так вот, сейчас о небе и звездах. О чем, о какой звезде нашей галактики сказано в Библии. Выходит, как жених из брачного чертога своего, радуется, как исполин, пробежать поприще. Это конец цитаты. Псалом 18, стих 6. Минута. Какие, вы знаете, вообще звезды, названия. Солнце, как жених. Солнце, солнце, правды. Выходит, как жених, имеется в виду, что в Христу. Значит, Солнце, еще Вифлеемская звезда, да? Бог, Вифлеемская звезда. Еще какая? Я третью фразу не услышала. Выходит, кто записал третью. Третью фразу, кто записал, повторите. Когда Четвертская была при звезда. А что вот вы, подождите, а что вот вы сказали про Солнце? Что-то есть подтверждение? Солнце, правды, Бог, Господь, Бог. Выходит, как жених. Жених, нас просят. Назвать звезду. Звезда. Название звезда. Господь, История, звезда. Или второй вариант, Вифлеемская звезда. Выбираем, какой. Вифлеемская звезда появилась по случаю определенного. Да, значит, Господь, Солнце, раз говорится об астрономии, значит, эта звезда. Люда, отличная. А при чем тогда небо, Солнце, правда, астрономия. Солнце, да? Солнце, да? Солнце, значит, получается звезда. Это конкретная звезда. Нет, это реальности. Ваше время истекло. На этот вопрос ответит Людмила Сергеевна Катаева. Мы думаем, что речь идет о Солнце, Господь, Солнце, правды. И счет таким образом становится 3-1. Пятый вопрос для своих друзей выберет сейчас Наталья Евгеньевна Савчук. Вопрос номер 5. Встречаем выносной вопрос. Репродукция картины Джеймса Тисо. Итак, можно дать картину с Натакам. Уважаемый распорядитель зала, спасибо. Ну, небольшая разминка. Как вы думаете, кто изображен на этой картине? Иисус Христос. Иисус Христос и 13 апостолов. Так, Иисус Христос с учениками. Совершенно верно. А теперь, внимание, на этой картине изображен евангельский сюжет. Господь дает ее своим ученикам в ответ на просьбу научить их ей. Она приводится в Евангелиях от Матфея и в Евангелии от Луки. Каждый христианин может с чистой совестью пользоваться ею целиком, только если он не находится во вражде со своими ближними. Назовите название картины. Там два слова. Время. Два слова названия картины. Кто не находится во вражде со своими ближними, значит имеет в сердце любовь. То есть возлюбили. Возлюбили ближнего. Два слова. И руки растерга. Возлюби Господа все сердца со своим. Эchos, значит, любовью. Возлюби ближнего. Возлюби ближнего. Да, наверное, что? Господи, научись нас молиться, да? Научи нас молиться, да? Господи, научи нас молиться. Любовь или молитва выбрать нужно? Так, подождите, возлюби ближнего. Антария Сергеевна говорит, что назвали картину «Возлюби ближнего». Возлюби ближнего. Это не молитва, это заповедь моего Ближнего, это название картины. Картина может называться по-разному. Возлюби Ближнего. Здесь может быть он им как раз дал заповедь и божье. Да? Можно попробовать. Возлюби Ближнего. Это название картины идет речь. Во враждебник, видите, тут нельзя про вражду сказано. Капитан команды Татьяна Сергеевна. На этот вопрос будет отвечать Наталья Сергеевна Кириленко. Вот наша команда приходит к тому, что здесь идет речь о том, что Господь, во-первых, дает две заповеди. Возлюби Господа всем сердцем твоим, сей душой твоей. Возлюби Ближнего к саму себя. Так вот, возлюби Ближнего, мы к этой вот версии обращаем свой ответ. Ну что же, ваша версия ясна. Перед тем, как сказать да или нет, я вначале обращу свое слово к экспертному совету консультантов, которые по просьбе ведущего могут высказать свое мнение, которое может повлиять на решение верности или неверности ответа на вопрос. Я передаю слово члену Совета Старейшин Протерею Алексею Остапову. Вопрос к знатокам. Вы же записывали вопрос, верно? Звучал в этом вопросе такой подвопрос или даже тезис. Каждый христианин может с чистой совестью пользоваться ею целиком, только если не находится во вражде со своими ближними. Ну, смотрите, вы уже сказали версию «возлюби ближнего своего». Выходит так, что если мы эту версию принимаем за основную, то если я нахожусь во вражде со своими ближними, я возлюбить уже никого не должен. Но ведь это не христианство, по сути своей. Ваша версия ясна. Самое удивительное, что я не сказал «да» или «нет». Так вот, сейчас я произнесу правильный ответ, который, собственно говоря, вы уже сделали, но, увы, это уже было за минутой обсуждения. Это либо можно ответить было одним вариантом, либо другим. Первый вариант – это «отче наш». Второй вариант – молитва Господня. Совершенно верно. Но это, к сожалению, уже за скобками обсуждения находится. Поэтому счет становится 3-2. Пока еще в вашу пользу. И сейчас шестой вопрос для своих друзей выберет Наталья Сергеевна Кириленко. Уважаемый ведущий, вопрос номер два. Ваши коллеги, преподаватели православной культуры, знатоки ее из города Евпатории задают этот вопрос. Но перед тем, как я его озвучу, хотел бы небольшую разминку, чтобы она, надеюсь, помогла вам при обсуждении. Помните ли вы, в какой известный монастырь приезжал Федор Михайлович Достоевский? И это впоследствии нашло свое отражение в его последнем романе «Братья Карамазовы». Оптина-пустынь к старцу Амбросию. Совершенно верно. Известный российский старец XIX века, иеросхимонах, живший в Оптиной пустыне, преподобный Амбросий Оптинский, известен многими своими высказываниями о добродетелях, необходимых православному христианину. Об одной из них он говорил так. «Если ты находишь, что в тебе нет ее, а желаешь ее иметь, то делай дела ее, хоть сначала и без нее. Господь увидит твое желание и старание и вложит ее в сердце твое». О чем идет речь? Назовите ее. Время. Любовь. Любовь. Ее. Любовь. Любовь. Если не имеешь любви. Не имеешь любви. То есть, давайте еще раз вопросу прочтите, сконцентрируйте акценты. Если ты не имеешь, то нет ее, да, но ты хочешь ее, желаешь ее иметь, то делай. Дела ее. Дела ее. Дела любви. И приобретешь, да? И тогда приобретешь ее с помощью ее пруды. То есть, милосердие, секси, слои, добродетели. Делай через силу. Ну, пойдемте по правилам. Что еще? Ее. Если нет ее. Нет ее. Давайте добродетели. Перечисляйте. Добродетели. Терпение. Замерение. А вопрос? Зачем добродетели? Назвать ее? Выходишь в сердце. Назвать ее? А зачем нам добродетели? Любви. Так. Там у добродетели был вопрос все-таки. Так, так все-таки вопрос можно. Вопрос кто-то записал? Пусть повторят. Вопрос записали? Ведущий. Ты попробуешь ответить. Назвать ее. А ты попробуешь. Назвать ее. А чем идет речь? Итак, уважаемые знатоки, уважаемый капитан Татьяна Сергеевна Кириленко, будет ли ответ на этот вопрос? На этот вопрос ответит Алексей Владимирович. Я думаю, мы посовещались, решили, что это любовь. Очень часто к священнику приходят люди, ну, например, на исповеди и спрашивают, батюшка, что делать? Вот я не умею любить ближнего своего. Что делать? Вот как научиться любви? И вот здесь как раз и поможет цитата преподобного Амбросия Оптинского. Делай дела ее, хоть сначала и без нее, а Господь увидит твое желание и старание и вложит ее в сердце твое. Вложит ее, то есть, любовь. Абсолютно верно. Больше, значит, мужчина ответил на этот вопрос. 4-2 становится счет. Очень хороший, согласитесь, вопрос. Очень хорошее задание такое поучительное. Давайте поблагодарим авторов этого вопроса. Спасибо, спасибо, спасибо. Это очень здорово. Напомню, что это учителя из города Евпатории, преподаватели основ православной культуры. И сейчас седьмой вопрос выбирать не придется, потому что это вопрос на заданную тему, который подготовили для вас ваши коллеги, знатоки православной культуры из Таврической школы-гимназии номер 20 имени свидетеля Луки города Симферополя. Внимание на сценическую площадку. И вот в знаменном трепете колонна наша поплыла, потом с другой большой встретилась, потом в огромную вошла. Здесь ощущаешь единение народа, сплоченность, нити братства средь людей. Отдали голубые небосвода, полет украсил белых голубей. И счастлив я печальную судьбой, и есть от рада сладкое в сознании, что я один в безмолвном созерцании, что всем я чувств и говорю с тобой. Уважаемые знатоки, вам был представлен евангельский стих, указывающий на путь спасения человека. Уважаемые знатоки, что бы все это значило? Время? Ну давайте вот так же, что вы смотрите, вот смотрите, это что, демонстрация, да, они там махали. Откуда вы их взяли? Потому что выпуск белых голубей, вот в Москве всегда до сих пор, выпуск белых голубочных годов. Это когда они шли в платках с миром, это были же как? Значит, вторая часть нам понятна, это же номероносец. Они со свечками шли, со свечами, как светильники. Нет, у них там были не лопатки, а лопатки, первая часть. То есть это было первое просто всеобщее ликование, какой-то праздник, да, или что? А второе, молитвенное содержание. Нам нужно узнать евангельский стих. А евангельский стих, путь, 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 спасение. А спасение, сила берется, нудится. Еще нудится. А что там еще? Ножницы восхищают их. Какими вратами? Вратами заходим? Тесными вратами. Тесными вратами. Наталья Сергеевна, вы сможете цитату сказать, да? Уважаемые знатоки, уважаемый капитан Татьяна Сергеевна, кто же ответит на этот вопрос? На этот вопрос будет отвечать Наталья Сергеевна Кириленко. Уважаемый ведущий, мы увидели демонстрацию, а потом увидели Жен Мироносец. И все-таки здесь, наверное, коллеги подразумевают то, что мы должны войти поодиночке в Царство Небесное и входить тесными вратами. То, что, в общем-то, заповедано нам Святым Писанием, Евангелем. Потому что широкими вратами, ну и широкие врата ведут в погибель. Вот, всем скопом мы не можем спастись, если только-то, конечно, будем друг друга молиться. Ну, тесными вратами. Вот такое вот. В общем, спасение – это дело непростое. Да. Это проход через тесные врата, через испытания, суровые трудности и так далее. Ну что же, очень интересная версия, я надеюсь, поучительная для всех, и для нас, и для телезрителей, и для учащихся. А давайте узнаем у ваших коллег из Таврической школы-гимназии номер 20 имени Святителя Луки, города Симферополя, что же они хотели на самом деле вам показать. Уважаемые знатоки, вы оказались абсолютно правы. Поздравляю вас. Ой, спасибо! Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими. Счет становится таким образом 5-2. Спасибо. Спасибо вам за интересную, дружную, нестандартную игру, обсуждение бурное. Иногда порой очень драматичное. Вы прямо на волосок были от неправильной версии, а иногда от правильной, но уходили в неправильную. Ну, в общем, словом, одним словом, за вами было интересно, весьма интересно наблюдать, а самое главное – видеть, как вы мыслите. Вот научить думать, научить мыслить и принимать решения в соответствии с своими полученными знаниями и прошедшим размышлениями. Вот это очень важно, чтобы мы передали своим детям, своим школьникам, своим студентам. Бог вам в помощь. А несколько секунд, дорогие коллеги, у вас, для того, чтобы выбрать наиболее интересный, может быть, сложный или легкий вопрос. А в это время я выйду к вам, чтобы объявить, кто был сегодня лучшим знатоком православной культуры. Они интересны. Во-первых, там действительно было такое… Надо было подумать, как сопоставить. Как это все… Эти все происходящие события. А потом перевести. Я согласна. Уважаемые знатоки, какой же вопрос вызвал у вас сегодня наибольший интерес? Уважаемый ведущий, мы завещали. Все вопросы, конечно, были интересны. С одной стороны, сложные, с другой стороны, простые. Но нам больше всего пришлось по душе вопрос, который задали нам коллеги. Вопрос на заданную тему. Вот такой инсценированный. Все участвовали. И стоило над чем подумать. И, кстати, вы дали на него правильный ответ. Спасибо. Чего не успели мы это сделать в Совете Старейшины. Открою вам тайну, потому что ваши коллеги сегодня так волновались, что забыли свой второй сценарий для нас. Поэтому мы тоже смотрели экспромтом на все это. И признаюсь, что позже вас дали правильную версию. Ну и то только благодаря тому, что мы находились не за конкурсным столом, где обычно происходит волнение, сопереживание. Но, тем не менее, вы сумели все эти чувства преодолеть. Вы смогли вспомнить все то, что вы знаете, все то, что находится в вашей душе и сердце, и раскрыть это сегодня перед друг другом и перед нашими телезрителями. Совет Старейшин сегодня большой благодарностью наблюдал за вашим обсуждением, за вашей работой, достаточно сложной. У вас обновилась команда, и это тоже хорошо. И по решению Совета Старейшин этот виртуальный 3D-тур по православным древностям Крыма получает депутант вашей команды Алексей Владимирович Шатров. А на этом, уважаемые телезрители, все вопросы, которые прислали вы к нам, получили практически свои полные и развернутые ответы. Это значит, что, как всегда, наши знатоки будут с нетерпением ждать ваших новых писем с вашими новыми заданиями. Пишите нам по адресу Российская Федерация, Республика Крым, город Симферополь, почтовый индекс 295-011, улица Героев, Аджимушкая, 9-11, редакция конкурса «Зерно истины». Также сейчас перед вами на экране наш адрес в интернете www.znotoki.artox.ru Мы надеемся, что этот электронный ресурс поможет вашим командам лучше подготовиться к будущим конкурсам, конкурсам знатоков православной культуры «Зерно истины». Ангела-хранителя всем вам, не забудьте на следующей неделе включить свои телевизоры на нашем канале. И мы познакомимся с новой командой из преподавательской лиги. До свидания, Ангела-хранителя всем вам!